Чувашия заняла седьмое место в рейтинге научно-исследовательского финансового института. Республика вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Данный рейтинг эксперты составляют по заказу Министерства финансов России. В предыдущем подобном рейтинге наша республика занимала 16 место. Чувашия выполнила план призыва на военную службу. Весенняя кампания продолжалась больше трех месяцев. За это время в республике прошли медицинское освидетельствование 5000 человек. Войска отправили каждого пятого. Об особенностях нынешнего призыва и его главных итогах сюжет Дмитрия Ковалева. Это кадры прошлого года. Новобранцев, которые прошли по-настоящему непростой отбор в торжественной обстановке, провожают служить в кремлевские войска. Сюда ребята с Чувашии призывают каждую осень. Республика отмечает, военный комиссар в генеральном штабе страны находится на хорошем счету. В этом году вооруженные силы отправили более тысячи юношей. У нас такое начали развивать новое направление. Мы давным-давно не отправляли десантников, парашютистов. Вот в этом году мы попробовали и 10 человек у нас пошли служить. Эта тема очень интересна. Мы будем ее дальше совместно с ДОСАФом развивать. Глава региона выразил благодарность личному составу военкомата и руководителям муниципалитетов за сложенную работу. В республике сократилось в разы количество уклонистов. Более 70% призывников признаны годными к службе. Чуть больше 72%. Если в прошлом году это было 69,5%, а если вспомнить 2012 год, это было 63%. Но здесь у нас остается еще необходимость и дальнейшая работа совместно с Минздравом и военным комиссариатом. Так как правительством Российской Федерации до нас доведен показатель, и он достаточно выполнимый, к 2020 году процент годности должен составлять 79%. У нас в призывных комиссиях, в муниципальных образованиях, участвуют на заседаниях родители. Вот в этом году хочу отметить существенный рост. Где-то на 15% стало больше родителей присутствовать на этих заседаниях. Растет и число тех, кто призывается войска служить по контракту на два года. В вооруженных силах теперь делают ставку и на ребят со средним образованием. У нас пошло служить со средним образованием по контракту 115 человек. Это очень большой показатель по среднему образованию. У нас был разбор, мы как-то так получилось, что в округе первое место по этим показателям. План призыва республика выполняет каждый год. Причем на службу вооруженные силы впору устраивать конкурс, отмечает Александр Макрушин. Настолько много в регионе желающих связать свою жизнь с военным делом. Патриотическое воспитание молодежи начинается со школьной скамьи. Юно-армейское движение привлекает все больше ребят. В Чебоксарах для них начали возводить республиканский кадетский корпус. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.